Код успеха Для вас это Мария Савицкая, журналист, а для меня это дорогой и близкий человек, которого я действительно искренне люблю. Мария, я рада тебя приветствовать в своей программе. Взаимно, я рада тебя приветствовать в нашей студии. Мария, нам есть чем гордиться, мне есть чем гордиться Марии, а Мария достигла очень классного успеха, про который она сегодня расскажет. Мария, что с тобой сегодня пришло в нашу студию? Сегодня со мной пришло диплом. Я бы не сказала, что это только мой диплом, это награда всему коллективу Николаевской областной телерадиокомпании. С 19 по 22 мая в городе Черкассы проходил всеукраинский фестиваль теле- и радиопрограмм, который называется «Кобзар. Едная Украина». Наша телекомпания тоже участвовала в этом фестивале. Вот фильм, который создали я, режиссер Наталья Лысюк, монтажер Галина Дракина, операторы работали Антон Небесь и Александр Попов. В общем-то, наша работа заняла второе место в своей номинации. Номинация называется «Обнимитесь же, братья мои». Наша под номинацией называлась «Жертвовно-волонтерская деятельность». Мы делали фильм об известном в городе человеке, волонтере Аркадии Добогяне. И вот, собственно, с этой работой мы поехали, и наша работа взяла второе место. Мы не ожидали, честно, что мы займем второе место. Мы ожидали максимум диплом за участие. Почему? Потому что для меня и для режиссера эта работа дебютная. Я за 14 лет работаю на телевидении, и я никогда не делала фестивальных фильмов, собственно, как и режиссер, как Наталья. Поэтому, когда сказали, что мы взяли второе место, мы так аж как-то растерялись. А потом быстренько я побежала на сцену за нашей заслуженной грамотой. Ну вот, собственно, вот что со мной пришло в студию. У нас несколько дебютов. Во-первых, Мария, дебютное появление в моей программе. Во-вторых, дебютная награда. Надо запомнить этот день. Да, мы введем его красным квадратиком на календаре. Я хочу сказать, что Мария сегодня спасает меня и появилась в нашей программе тоже внезапно. Я ей очень благодарна. Огромное спасибо Маше. Но мы после эфира посудим. Как я могу тебя отблагодарить за участие в этой программе? Маш, ну ты сказала о том, что это дебютная программа, дебютное участие в фестивале. До этого ты появлялась больше в информационных выпусках, информационно-аналитических. Насколько интересна была тебе вот такая работа? Ну, опыт, конечно, интересный. Но, смотри, вот, допустим, на съемочной площадке, ну, моя задача была скорее вот просто ходить, рассматривать и получать какие-то впечатления. На съемочной площадке, когда мы снимали кадры, которыми перекрывался фильм, больше была работа режиссерская. Наталья, конечно, выложилась. Она оператора гоняла и в хвост, и в гриву. Поэтому иногда были такие моменты, совершенно неожиданно, когда мы были на территории 145-го ремонтного полка и снимали убитую технику, которая, в принципе, не в состоянии сдвинуться с места, кроме сторонней помощи. И тут едет какой-то танчик, а наш оператор развернулся совершенно в другую сторону. Боже, там крики были, конечно. Мы имели потом, что послушать от оператора. Ну, в общем-то, такие кадры тоже ловили. Интересная работа была, очень такие интересные, новые и старые знакомства. Когда мы на съемочной площадке встретили человека, который работал у нас на студии, Сергей Родецкий. И благодаря ему мы изучали внутренности БТРов, вникали в сущность. Две девушки, да? Да, две девушки, да, мы даже стояли наверху БТРа. Не спрашивайте, как мы туда залезли, как мы спускались. Да, гораздо интереснее. Это отдельная история и работа для оператора. Моя работа заключалась в том, чтобы потом все это собрать в кучу и вот все свои впечатления выложить в достаточно короткий хронометраж. Фильм получился 20 минут с копейками. Но я, когда готовилась к монтажу, я только синхронов расшифровывала. Более чем на 40 минут это было настолько мало, чего хотелось сказать. Поэтому такие мучения были, чтобы сократить все это, и чтобы это действительно получилось какое-то единое, собранное, чтобы оно все держалось в куче. Интересный опыт был, когда мы пытались найти мальчика. У нас в фильме есть кадры, когда армянский мальчик в армянской церкви зажигает свечи, проходит по церкви. Конечно, мы намучились благодаря тебе. Так что можем тебя назвать тоже среди авторов этого фильма. Мальчик был найден. Мальчик просто замечательный. Милый. Ему всего 4 года, но отработал на площадке взрослый человек. Мы, конечно, его уговаривали, сказали ему, что кроме него помочь нам больше некому. Он как настоящий мужчина. Да, он как настоящий мужчина. Серьезно подошел к роли. Мария, для наших зрителей, что такое синхрон? Это интервью. Ты уже сказала, что интервью было только 40 минут. Интервью было несколько часов. Мы с главным героем программы прошлись и по БАМу, и по Аллее Славы, и по Паргу Победа. Мы везде, везде, везде писали, писали, писали. Интервью было несколько часов. Это я, как мне показалось, самое яркое выбрала на 40 минут. Но у нас когда-то работал журналист Юрий Скива, который говорил, что в информации нужно вычеркивать каждое слово, пока не останется ни одного лишнего. Это, конечно, не информация. Но насколько было сложно вычеркивать лишнее? Насколько сложно было отказываться? Сложно было. Почему? Потому что у героя фильма, у Аркадия, у него очень правильная и красиво построенная речь. И каждый его рассказ о чем-то отдельном, это было как законченное произведение. Он очень красиво, очень так, ну, сочно рассказывал, и резать, ну, казалось, что все важно и все красиво. И вот резать, вырезать вот эти вот, буквально там, ну, были моменты, там по два-три слова вырезали, вернее, не вырезали, а оставляли. И резать, конечно, жалко было, такую красоту, но, тем не менее, ты знаешь, ну, вот этот принцип, он и здесь оказался хорош, потому что, ну, хронометраж нас в какой-то степени ограничивал, поэтому, да, приходилось резать, но сердце болело. У меня сейчас сердце тоже обливается, потому что хронометраж опять нас поджимает, нас осталось 4 минуты о вопросах, а говорить так мало мы не привыкли. Поэтому, Маш, очень харизматичный твой герой Аркадий, многие его знают в городе. Насколько легко или сложно было работать с такой личностью на площадке? Работать с ним легко. Он достаточно быстро и легко соглашался со всеми идеями режиссерскими. Он абсолютно не капризничал. Делал вот, делал, сидел, ходил, разговаривал вот именно так, как хотелось режиссеру. Работать действительно очень легко и, ну, в общем-то, в фильме, в кадре всё это становится понятно. Я сейчас задам вопрос, за который ты меня убьёшь после эфиров, но я хочу его задать. Готовься. Да, Маш, программа называется «Код успеха». Есть ли какой-то твой код успеха, твой секрет успеха, вот для тебя что важно? Ты знаешь, можно было бы много говорить об упорстве, в достижении целей, ну, вот о каких-то таких вещах, о мотивациях. Я тебе вот что скажу. Мой принцип — относиться ко всему с юмором. И если бы я воспринимала всё то, что крутится вокруг меня без чувства юмора, а ты знаешь, что оно у меня, в общем-то, есть, я бы, наверное, ну, не знаю, там, впадала в какие-то депрессии. И я стараюсь просто ко всему относиться с чувством юмора. И, наверное, вот оно меня спасает. Ну, не без доли какого-то упорства, не без доли интересного. Надо воспитывать в себе интерес ко всему, что ты делаешь. Ну, вот надо воспитывать интерес. Когда интересно, есть чувство юмора, я думаю, всё получится. Когда интересно и смешно, получается классно. По крайней мере, как минимум по работе это видно. Я на одном духе посмотрела эту программу, 20 минут пролезала. Ну, смешного там, конечно, мало. Мало, но она действительно принесла большой любовью и большой внешностью. На съёмочной площадке мы, конечно, не без этого. Мы веселились. Машенька, будет ли возможность увидеть эту программу в эфире? Ну, я думаю, да. Тем более она уже есть в интернете. И Николаевские сайты, как оказалось, совершенно неожиданно для меня растиражировали. В том числе и в соцсетях уже есть эта работа. На нашем сайте, на сайте областного телеканала тоже есть эта работа. Мы в эфире будут. Я, правда, не могу сказать, когда. С чем собираешься работать дальше? Какие-то планы? Вдохновилась ли и собираешься ли чем-то заниматься? Мы с Натальей, когда стояли на вокзале, на железнодорожном вокзале, отдельная история, как мы ехали в Черкасс и из Черкасс. Это был московский поезд. Мы, конечно, не могли не патрулить ватную публику, которая там, естественно, была. Мы сразу пометили территорию украинским флагом. Некоторые, конечно, ходили, косились, но, видимо, наши воинственные лица предостерегали от того, чтобы сделать нам замечание. И когда мы стояли на вокзале, ехали уже, ждали наш поезд, чтобы возвращаться в Николаев, мы уже придумывали какие-то новые темы. Не знаю, получится их реализовать или не получится. Я думаю, ну, я надеюсь, что получится. Но творческие планы есть, потому что всё-таки второе место, первое участие и второе место, оно, конечно, мотивирует. Для того, чтобы чем-то заняться. Инъекцию успеха дали. Ну, как-то так, да. Маш, я совершенно искренне говорю, я очень тобой горжусь. Я думаю, что тобой гордятся все наши зрители, потому что очаровательная, умная. С чувством юмора. Я люблю эту женщину. Спасибо, что ты есть и спасибо, что пришла в мою программу. Я была рада тебя увидеть. Взаимно. Ну, я вдячна и вам, шановные телеградачи, что протягом этого времени вы были вместе с нами. Посмехайтеся, находьте сейчас прекрасно в своем жизни и всё будет хорошо. Нехай счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok